Вот сделал я ролик о немецких старшеклассниках, о том, как они остаются добровольно на второй год для того, чтобы лучше усвоить материал. И параллельно с ним открылась новость о том, что 22-23-го прошел очередной форум «Я юн армия в Москве». И стало мне очень грустно от этой мысли. Европейские дети стремятся соответствовать этой реальности, понимая, что без технического прогресса, без создания новых материалов, без выхода в космос, трудно представить себе будущую жизнь. А о чем мечтают молодые россияне? Они, оказывается, собираются со всех концов России для того, чтобы поучаствовать в форуме молодой армии. Они подготавливают себя служить, как они говорят, своей родине, захлеб рассказывая друг другу, какими хорошими патриотами они являются. У этих детей нет никаких планов. Самая большая мечта – это поучаствовать в войне и умереть за Россию. При этом взрослые рядом с ними преступники на самом деле рассказывают им, как вообще замечательно быть молодым юно-армейцем. Страна, имеющая одну из самых крупных армий в мире, считает недостаточным количество своих войск. Они подготавливают еще и детей. То же самое было когда-то в Германии. Уже все тысячи раз сравнили эту «Я юн армия» с «Гитлер Югенд». Но сколько бы вы ни сравнивали, скрытый смысл остается в том, что эта страна готовится к войне. Этих детей готовят на будущее пушечное мясо. И люди типа Василия Ланового или Никиты Михалкова без всякого зазрения совести рассказывают им, как замечательно умереть за свою страну. У всех этих сошедших с ума стариканов в голове свербит одна единственная мысль. Они где-то там и застряли 22 июня 1941 года, как в очередной тысячный раз Василий Лановой рассказывает этим детям. Они уже полностью сошедшие с ума не отличают реальность от своих грез. Они на самом деле призывают тот день, чтобы он повторился, потому что другого смысла в своей жизни они не видят. И этот же самый извращенный смысл они внушают этим несчастным детям. Думай, Господи, куда это Боженька меня занес? Какая красота, какая мощь будущей России! И все это наглядно, все это живописно, все это прекрасно! Я вас всех поздравляю с первым форумом вашим! Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мафисалей, земля на миллион. Я много раз говорил и не устану повторять. Дорогие родители, у которых есть мозги, спасайте своих детей. Заплатите любые деньги, пожертвуйте своими квартирами. Эти квартиры вы заработаете потом в других странах. Но вывезете своих умных детей из страны, готовящейся к войне. Из страны, где самое распространенное слово – это патриотизм. Слово, плохо совмещающееся с будущим. Вы зря недооцениваете все эти игры. Ни в одной европейской стране мира, ни в Испании, ни во Франции, ни в США, ни в Германии никому в голову не приходит такая идиотская затея давать своим детям в руки автомат и имитировать очередную войну. Эти дети со временем перестанут различать реальность и иллюзию. Они действительно будут готовиться к войне. Послушайте, что говорит этот негодяй Никита Михалков. Послушайте, что он вливает в головы этих детей. По большому счету, его судить мало за это. Но никого это не волнует. Самый главный пропагандон может говорить все, что придет ему в голову. Мы никому не нужны сильными. Нам завидуют. Нас не хотят видеть самостоятельными, думающими, вооруженными внутренними знаниями, любовью, надеждой. Мы должны понимать, что те санкции, которые нам объявили, это не те санкции, которые объявляют, потому что Крым стал нашим, или потому что Донбасс не хочет существовать в режиме бандеровского доводства. Нет. Если Крым вернется на Украину, а Донбасс и все прекратится, и все будет тихо и мирно, нам отменят санкции? Нам не отменят санкции. Потому что санкции объявлены нам не за что-то, а за то, что мы есть. За то, что мы не хотим ложиться ни под кого. За то, что мы хотим иметь свои интересы и их отстаивать. За то, что мы хотим иметь право на свой голос. За то, что мы хотим разговаривать на равных. Чтобы с нами разговаривали на равных. И поэтому мы должны понимать, что невременные сложности, сложности надолго. И именно поэтому вы должны быть вооружены. Вы услышали слово «никогда». Санкции не снимут никогда. Мы готовимся всегда жить в таком состоянии. Мы готовимся противостоять. Вот это самое главное. Не находиться в сотрудничестве с миром. Не пытаться находить общий язык со всеми остальными. Нет. Они готовятся противостоять. А знаете почему? Потому что у Никиты Михалкова есть огромное поместье. Как говорят, буквально барский двор. Там он занимается и своими лошадьми. Купается в собственной бане. Кто его знает, может быть балуется местными крепостными девочками. Вы думаете, он когда-нибудь откажется от этого? Для того, чтобы победила какая-то там демократия? Пришлось бы платить налоги? Пришлось бы отсчитываться за каждый рубль? Да никогда. Они положат кости. Тысячь и тысячь. Вот таких вот. Для того, чтобы их поместья сохранились. Поэтому они будут выходить снова и снова на эти сцены, на телевизионные экраны и будут рассказывать, какой ужасный Запад, какая отвратительная бандеровская Украина и как русские должны всех освободить. Поэтому, если вы думаете, что власть в России может смениться, если вы думаете, что все закончится на Путине, вы очень сильно ошибаетесь. За Путиным сложилась целая система. Эта система вцепится зубами в нынешний режим. Потому что за этим режимом стоят их деньги, будущее их детей и внуков. Они создают свою собственную аристократию. И на алтарь своих желаний они положат не одну сотню вот таких вот лопоухих. Как легко положили 350 человек в Сирии для того, чтобы на днях Пригожин подписал очередную сделку с нефтяной компанией там же. Эти 350 человек погибли за нефтяную вышку Пригожина. А остальные будут умирать за поместье Михалкова, за дачу Путина в Геленджике, за уточку Медведева. То вы знаете, у меня не возникает чувства сожаления или сочувствия. Я просто в недоумении пожимаю плечами. В 21 век дети создают роботов, мечтают полететь в космос. А в России дети мечтают пострелять из автомата и получить красный берет. Поколение наше, великое русское поколение, которое отстояло против фашизма. Как в одном фильме говорится в Белорусском вокзале, мы за ценой, мы за ценой не постоим. То поколение великое не постояло, встало насмерть. Потрясающее мужество проявил россиянин. И это главная программа, которым надо заниматься юниором, любому молодому человеку, вообще любому россиянину. Главная программа, которым надо заниматься юниором, любому молодому человеку, вообще любому россиянину. Главная программа, которым надо заниматься юниором, любому молодому человеку, вообще любому россиянину. Субтитры сделал DimaTorzok